Ваше внимание, трехраундовый бой в легком весе. В синем углу Рейджа спортсмен представляет королевство Нидерланды. Приветствуйте! Брайан Хой! Вообще давно, давно этого парня мы хотели подписать. Станислав Харламов за ним давно охотился. Приехал вот только сейчас. Посмотрим, на что же он способен в Рейджа. Просвет в Красном углу Рейджа представляет Российскую Федерацию. Клуб «Кузня» из города Краснодар. Встречайте Виктор Колесик! Встречайте Виктор Колесник! Встречайте Виктор Колесник! Представляющему команду «Кузня» из города Краснодар. Всего 21 год! Вообще у нас это такой бой двух очень многообещающих проспектов. Брайан Хой! 22 года! Виктор Колесник! 21! Легковес с рекордом 10-2-1! Трехкратный чемпион России по универсальному бою! Чемпион мира по универсальному бою! Чемпион России по армейскому рукопашному бою! И чемпион юга России по смешанным боевым единоборствам! Оба этих бойца, как Брайан, так и Виктор, несмотря на то, что очень молоды, уже достаточно опытные. Причем именно в профессиональных ММА. То есть 13 боев уже провел Виктор, из них провел два он в Рейджа. Первый его бой закончился тогда в ничью с крайне неуступчивым корейцем Йонг Бок Киллом. И тогда, на последних секундах третьего раунда, Виктору пришлось еще и показывать свою удивительную способность выживать в критических ситуациях. После чего трансфонс Филипп Эрего победил. Ну и сейчас посмотрим, что он умеет показать срочный бранд-хой. Now, let me introduce your fighter in the blue corner. This fighter is 22 years old. He weighed in at 69.6 kilograms. He stands 178 centimeters tall and has a professional record of 14 wins and 5 losses. Representing Holland, please welcome... Крайан Хой! И теперь он умеет показать срочный бранд-хой. И теперь он умеет показать срочный бранд-хой. Он умеет 21 лет. Он умеет в 70.3 килограмм. Он умеет 177 метров. Он умеет показать профессиональный бранд-хой и 10 wins. 2 losses, 1 draw. И теперь он умеет показать команду Козня-тима из Краснодара, Виктор Колесник! И он умеет показать срочный бранд-хой, Ян Вербоник. Немножко не в своей весовой категории сейчас будет выступать Виктор Колесник. Все-таки он дрался у нас 65 килограмм. Вот видите, основная заявленная разница всего в один сантиметр. В один сантиметр, да. Да, визуально-то тут... Да, кажется, что габариты у них на бумаге плюс-минус одинаковые, но мы видим, что, конечно, Брайан, скорее всего, поднабрал несколько килограмм. Ну что ж, будет очень интересно посмотреть на голландского бойца. То, что ждать от Виктора, примерно, мы понимаем. Это очень классный ударник с умением переводить своего оппонента в партер. Но в партере-то Брайан Хой далеко не подарок. Что интересно, да, для голландского бойца, казалось бы. Ну, школа Джорджица там давно уже хорошо развита, хотя тайский бокс для них должен быть, по идее, превалирующей дисциплиной. Ну, ладно. Видим, мы в левосторонний стойки выступать. Да, все расходили в сторону, бой начался. Вся, колесник пробивает несколько ударов, но они все по защите. Хой такой прям невозмутимо с покерфейсом подкрадывается к нему. Да, да, выжидает своего шанса. Ну, а Виктор, вот мы видим, да, чем вот он отличается. Виктор, так это комбинационность, да, нанесение ударов. То есть он... Арсенал не очень богатый. Да, да, никогда он не бьет там какие-то вялые одиночные джебы или там обычные двойки. То есть работает он, бьет всем, чем, всем, чем только может бить. Ногами, коленями, причем делает это крайне технично. Да, уже увидели мы это неоднократно. Ну что ж, будем надеяться, что здесь это будет тоже подняться. Но все равно сейчас Виктор Колесник попытался в партер перевести Брайан. Попытался перевести, и Брайан при этом как бы отказался от этого перевода, что интересно. Я как-то даже не помню, как он так умудрился встать. В одно движение упав и тут же проднялся. Вот в стойке, да, сейчас хорошо идет у Виктора. Но абсолютно невозмутим Брайан. Отбирается он. То есть, видимо, не потрясен, Брайан ждет. И вот даже казалось, что пытается подхватить ногу и перевести в партер. Но нет. Нет, мы видим сам Брайан, несмотря на его... Собственно, грэпплерский, достаточно слабый послужной список не пытается идти в партер, мы видим. Сам инициировал этот клинч. Ну, что интересно, почему он инициировал клинч мне? Он все-таки повыше оппонента. Руки-ноги подлиннее. По идее, должен был бы работать с дистанцией. Но вместо этого прямо так упорненько он вот этого добивался. Вот этой возни у канатов. Да, да. Ну, посмотрим, что именно он хотел там найти. Под вымотать, наверное, может быть, хочется Виктора. Ну, учитывая то, что в углу у Брайана Хоя находится Джамил Чан, очень хороший боец ММА, очень серьезный с серьезной тайской базой, да. Плюс ко всему Джамил Чан очень много тренировался, и это очень близко к Мелвину Манхоффу. То есть, вполне возможно, они чему-то правильно научили, так что он сам хочет из клинча работать. Но пока, вот несмотря на то, что вошел он в этот клинчик, ничего такого он не показывает, да. Пару ударов коленями там скользко прошло. Ну, может быть, там колесник особо не дает ему развернуться. Согласен. Вяжет Виктор сейчас пока, да. В общем-то, сам там не слишком активно действует, но и соперник тоже действовать не дает. Ну, такой подвод идет бой такой на коротке. Колеснику нужна, конечно, дистанция хоть чуть-чуть. Это, видимо, прекрасно понимает Брайан Хой. И поэтому он клинчует своего оппонента постоянно, постоянно. Ну, это такой стиль Кеннигарнера. Вот мы сейчас наблюдаем, в принципе, да, на сопернике повисеть, отвисеть. Да, а вот сейчас вот, вот, стоило только колеснику развернуться, соперника ее смог клинчен разорвать. Ну, да, и сразу же Хой идет вперед. Хороший удар. Хороший, да, отличный лонтик прошел. Двоечка, вот, начал колесник в свою игру играть. Хлайки! И проходит, и добивающая серия, да. Отличный, отличный сейчас был, да, Хайки. Еще удар, еще удар. Терялся Хой, но он быстро, достаточно быстро. Кольмена нам. Да, Виктор почуял кровь, идет вперед, попадает. Мотает он просто. Что творится, как Брайан выставит? Да, вот это сейчас показывает нам весь его арсенал. Виктор понял, что если когда и побежать, то... Брайан протестует, но учитывая то, что несколько раз он там в нокдаун попал, все могло, в принципе, еще хуже у него закончиться. Да, это, кстати, первый досрочный бой андеркарда, который вот завершился досрочно. Победа Виктора Колесника очень яркой. Да, ударная техника этого парня на высочайшем уровне. Клуб Кузня выпускает очень классных бойцов. И, собственно, в скором времени мы увидим, как Виктор, ой, простите, как Артюм Фролов будет биться за чемпионский пояс. Пробедет-то в Санкт-Петербурге совсем скоро. Ну да, ну а здесь, кто знает, может быть, и Виктор когда-нибудь до чемпионского титула. Ну, пока что да. До титула на бой отойдет. 2-0-1 у него рекорд, ни одно поражение, две хорошие победы. Задатки у него все для этого есть? Да, очень-очень яркий, очень талантливый, очень позитивный парень. Все, да, все шансы, чтобы стать звездой, конечно же, у него есть. Да, расстроен Брайан Хой, но мотало его там по страшной силе, дорогие друзья. Да, наверное, скорее на себя надо ему сейчас принять, в общем-то. А началось все, по-моему, с хай-кика, да, который вот пролетел и дальше... Хай-кик, да, там раз за разом там... Дальше, несмотря на то, что, казалось бы, вроде бы раз за разом Брайан приходил в себя, но в следующий удар он снова оказался в нокдауне. Мы имеем победителя, по-моему, технического ноккаута, Виктор Кулесник! Ну что ж, Виктор Аколесник с победой, с победой Клоп Кузня, его тренера главного Олега Первертунова. Что ж, отлично, отлично. Просто все очень здорово сделал Виктор. А мы посмотрим лучшие моменты и будем ждать, дорогие друзья, пяти основных боев. Осталось совсем недолго, пауза будет короткой. ПОЦня. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»